Первое искусственное озеро в Сургутском районе и мост влюбленных появились в Федоровском. В городском поселении открыли долгожданный парк. В церемонии участвовала Наталья Комарова. Губернатор оценила игровые площадки, спортивные зоны и современные беседки. Понравился ли новый объект главе региона и жителям Федоровского, узнала Мария Ливанян. Долгожданный парк. В городском поселении Федоровский открыли сквер в шестом микрорайоне. Работы по благоустройству начались еще в прошлом году. Однако из-за пандемии, действовавших в нескольких поселениях Сургутского района ограничений, подрядчик надолго ушел со стройки. Строители не выходили, не приезжали. Поселок был закрыт некоторое время. Поэтому продолжались именно такие массивные работы именно в этом году, 2021 год. И вот за этот период, это я считаю за короткий период, сделаны были и дорожки, и площадка именно с тренажерами, и площадки для игры и гуляния детей. Эти малые архитектурные формы, бесподобные, таких я в Сургутском районе еще не видела. Гостем торжественного открытия стала Наталья Комарова. Губернатору рассказали, что раньше на месте парка был пустырь, посреди него стояла детская площадка. Теперь тут современные игровые комплексы. Площадь, зона с тренажерами, беседки, мост влюбленных. И первое в Сургутском районе – искусственное озеро. Можно загорать, даже на скамеечках есть эти беседочки, спрятаться от дождя можно. У нас есть беседки под дождем спрятаться, а которые просто от солнца закрываются. Ну и прогулочная зона. И прогулочная зона, да. При проектировке моста влюбленных рассчитывали, что молодожены смогут по традиции вешать на конструкцию замки, как символ прочности брака. Ближайшая свадьба в Федоровском запланирована на 11 сентября. Красоту и удобство нового парка, который уже стал местом притяжения, оценила и губернатор Наталья Комарова. Хорошо получилось, правда? Да, да, отлично. Мне кажется, что отлично получилось. Всего на благоустройство парка площадью в 28 тысяч квадратных метров потратили 73 миллиона рублей. 18 из них – средства окружного бюджета. На этом администрация района останавливаться не собирается. Уже сейчас разрабатывается третий этап развития сквера. Мы видим, что еще часть территории не заполнена, поэтому мы сегодня не ставим точку в этом парке, мы ставим запятую. Администрация Сургутского района уже планирует рассмотреть на следующий год финансирование по третьему этапу благоустройства этой территории. Я пока не буду раскрывать всех тайн, но действительно это замечательный проект. Для жителей Федоровского новый парк уже стал одним из любимых мест. Они отметили, что такой территории, где каждый бы нашел что-то себе по душе, давно не хватало. Проезжаю, конечно, каждый день. Очень нравится. Для Федоровки очень хороший плюс. Очень красиво. Я впервые здесь. После отпуска еще только приехали. Очень здорово, что администрация заинтересована как бы вот в этом, чтобы дети наши видели все красивое вокруг. Очень нравится, красиво тут. Места много, можно погулять с ребенком. Очень прекрасное, замечательное место, где могут отдохнуть родители с детьми, подростки. Это очень прекрасно, что в поселке появилось место такого масштаба. Сквер будет доступен и с приходом холодов. Чтобы жителям было комфортно гулять, даже в снежный сезон местные власти уже заключили контракт на уборку территории от осадков. В декабре на площади в Новом парке установят праздничную елку. Мария Ливанян, Сергей Кондаков, Сургут Интерновости.